здравствуйте друзья меня зовут михаил наводчик в этом уроке мы доделаем нашу электронную книгу которую ранее создавали она у нас сейчас в двух вариантах фиксированный макет и перекомпонуемый макет давайте начнем сначала с обложки в данном случае если открыть эту электронную книгу на телефоне то можно заметить что обложка более подойдет другой формы то есть если мы сделали бы формат картин более другим то это лучше смотрелось далее мы это посмотрим непосредственно на смартфоне на телефоне как это будет выглядеть и вы поймете о чем я говорю далее у нас идет название книги и автор я предлагаю поставить ссылку на название книги если мы будем нажимать то мы будем переходить на любую внешнюю страницу я просто поставил страницу фейсбука то есть как делать ссылки на внешние страницы давайте мы повторим то есть у нас будет ссылка стоять непосредственно вот здесь далее содержание мы немного расширим еще одним пунктом создадим ссылку на предметный указатель как я говорил ранее также само содержание и главы сделаем другим цветом более ярким цвет вы можете выбрать любой я сделаю вот цвета мажинты на мой взгляд так более заметно и лучше воспринимается эта информация а также в конце урока мы откроем эту книгу непосредственно на мобильном устройстве посмотрим как там она будет у нас работать давайте приступать я перейду в папку проекта здесь у нас сейчас находится вот такое количество документов это два файла книги и два файла которые мы создавали непосредственно в индизайне сам ярлычок ник конечно может быть у вас выглядит совершенно по-другому это персонально от каждого компьютера зависит как выглядит ярлыки кто не знает давайте попробуем поменять внешний вид этого ярлыка чтобы у вас не возникало вопросов а то у меня по одному выглядят эти файлы внешне у вас по-другому чтобы поменять надо проделать следующую процедуру выделить этот файл книги нашей формате типа щелкаем правой клавишей я работаю в программе windows 10 и здесь выбираем открыть с помощью и вот ярлычки программ которые могут подставляться под внешний вид моего ярлыка ну давайте я выберу сейчас ярлык который у меня стоял раньше это букву е браузера от microsoft для этого я щелкаю снизу выбрать другое приложение и здесь вот то что я выберу то и поменяет мой ярлык я выбираю этот верхний вариант щелку и здесь надо обязательно поставить галочку всегда использовать это приложение для открытия и по файлов щелкаем ok открывается это непосредственно в браузере и видим ярлыки мои уже поменялись будущем браузер от microsoft не планирует поддержку этого формата поэтому его дальнейшем лучше не использовать а использовать какую-то другую программу которая поддерживает этот формат давайте я заменю на вот эту программу от адоп ставим калочку и щелкаем ok видим что мои ярлыки поменялись и открывается непосредственно сама эта программа теперь давайте непосредственно запустим файл нашей книги программе адопендизайн щелкаем на вот этом документе давайте сделаем ссылку на год 2150 на facebook либо на что-то еще можете сделать берем инструмент текст выделяем этот текст заходе в меню окно дальше выбираем интерактивные инструменты и здесь выбираем гиперссылки здесь всего лишь нам надо поставить ссылку на веб документ который вы хотите видеть я зайду себе facebook скопирую ссылку ставлю ее вот здесь все стираю и ставлю ссылку у нас появляется подчеркивание которое нам говорит что это теперь ссылка внешний вид этой ссылке можно изменить то есть стиль но мы менять не будем пускай он остается такой закрываем это окно далее переходим на следующую страницу здесь у нас выводится наше содержание и снизу нам нужно добавить предметный указатель предметный указатель у нас уже готов мы раньше его создавали вот он нас здесь выводится если посмотреть поставить курсор либо выделить часть текста название и открыть окно стилей нажать клавишу f11 здесь видим что у нас стиль стоит заголовок один это то что нам и нужно чтобы выводилась эта строчка непосредственно в содержании переходим на страницу где у нас находится содержание я беру инструмент выделения надо выделить наше содержание то есть этот блок видим что снизу нету надписи предметный указатель сейчас она появится заходим в макет и выполняем команду обновить оглавление жмем ok видим появляется наш предметный указатель на 97 странице также появляется еще одно слово содержание лишнее которое мы сейчас уберем содержание мы отредактировали далее теперь давайте сама заглавие сам текст где у нас для глав то есть вот этот текст также вот этот текст мы давайте сделаем более крупным и другим цветом для этого обратно открываем окно стиль абзацев щелкаем на заголовок один два раза быстро левой клавишей здесь переходим основные атрибуты символов и давайте место 18 кегля выберем 22 также перейдем в цвет символов и здесь выберите какой цвет вы захотите я выберу пурпурный и щелкаем окей также я бы эти изменения внес и в другой файл который у нас был это вот в этот вариант перекомпонуемый макет давайте мы его откроем здесь я уже это видите поменял стиль заголовок один и внес другие поправки которые вы только что видели в другом нашем файле я перехожу в первый файл здесь давайте экспортируем наш документ файл экспорт control е этот файл мы будем экспортировать как фиксированный макет и прежде чем экспортировать его надо закрыть иначе экспорт не сработает закройте эту книгу если она у вас открыта где-либо и жмем сохранить здесь заменяем наш документ давайте зайдем в метаданные давайте я изменю названием напишу просто 2150 чтоб один вариант отличался внешне от другого по названию и жмем окей ждем пока произойдет экспорт здесь я нажимаем окей моя книга сразу же запускается программе по умолчанию видим что наши изменения применились у нас работает видите содержанием индекс навигация по нашей книге мы сделали все правильно далее переходим перекомпонуем макет это же экспортируем его здесь выберите обязательно перекомпонуем макет и жмем сохранить заменяем здесь а давайте выберем версию 201 чтобы наша книга воспроизводилась на большем количестве устройств не будем выбирать последнюю третью версию метаданные ставим такие какие видите название у нас будет год 2150 щелкаем окей и здесь окей также стоит сказать когда я открывал на телефоне фиксированный макет у меня хуже немного воспроизводился и также на телефоне там не отображались видео файлы которые мы ставили поддержка фиксированного макета третьей версии пока на телефонах не реализовано полностью по крайней мере в том приложении которым я просматривал теперь давайте откроем эту книгу на телефоне как я ранее говорил вот я загрузил у меня сверху два варианта наши публикованные книги а давайте запустим вариант перекомпонуемой с меточкой п я жму пальцем мне открывается программа которая просматривает электронные книги нажмем давайте на ссылку проверим открывается facebook то есть все правильно работает и дальше мы можем пролистывать вот наше содержание давайте нажмем на ссылку глава 1 то есть видим все работает цвет видите не поддерживается то есть мы помните меняли название глав на маженту дальше если щелкнуть снизу у нас находится непосредственно содержание давайте зайдем в оглавление видим что оглавление тоже воспроизводится дальше давайте зайдем в предметный указатель вот он то есть он у нас тут кликабель и далее давайте проверим ссылки вот на слове джона у меня находится с носком щелкаем с носка срабатывает видим возвращаемся назад что хорошо в этом просмотрщики можно часть текста выделять и ставить каким-то другим цветом то есть вот я могу вот так сделать все принципе работает так как нам и нужно попробуйте свою книгу загрузить на телефон и проверить как она там работает также стоит сказать что для просмотра этой книги я использовал приложение на моем телефоне который называется и бокс также я вам говорил что форма обложки видите здесь вытянутая а мы сделали обложку немного прямоугольную поэтому лучше сделать как вот здесь по этому формату более вытянутую на этом цикл создания уроков по созданию книг можно заканчивать если будут вопросы по текущему уроку задавайте спасибо за внимание жду вас в следующем уроке будущем я думал продолжить еще на несколько уроков эту тему уже не касательно создания книг а других аспектов программа адопин дизайн например осветить такую тему как спуск полос когда делайте эту книгу проверьте свою книгу по возможности на телефоне если будут вопросы по текущему уроку задавайте спасибо за внимание до встречи всем удачи и пока